Очень много лекций, но с утра пораньше мы будем говорить про объектно-ориентированное программирование. Здесь есть несколько проблем, лично для меня. Во-первых, это получается, с одной стороны, тема такая настолько заезженная и банальная, которую рассказывают во всех институтах, даже техникум, наверное, что не хочется быть капитаном очевидности. А с другой стороны, эта тема настолько сложная, что можно и не попасть во время лекций, даже во время своей жизни. То есть, с одной стороны, можно раскрыть, наверное, за три минуты, а с другой стороны, за шесть лет. И там, и там будет, в принципе, про одно и то же. Но я постарался уместить все это в лекцию. И поэтому из этого следует, чтобы большая часть будет все-таки такой капитанской. Но не напомнить про это мы не имеем права. Первый вопрос, который должен нас волновать. Зачем нам вообще эту лекцию? Зачем нам знать какие-то непонятные парадигмы программирования? Сейчас в раннее утро, на улице жара, лучше быть где-нибудь на пляже, чем сидеть в унылом зуме. Самый честный ответ, самый правильный. Да, у меня один человек на собеседовании. Он говорит, ну, потому что за это деньги платят. То есть, если вы, говорит, я хожу на собеседовании на всякие компании, мне всегда вспоминает это долбанное ООП программирование. Если бы меня про рыбалку спрашивали, я, говорит, с удовольствием про жерих рассказывал. Мне без разницы, на работу устроиться. Это, по крайней мере, честный ответ. Но встает следующий вопрос. А почему же про это спрашивают? Неужели интервьюерам делать нечего? Но, наверное, потому что с помощью этих принципов как-то можно лучше начать разрабатывать ПО. Вот, то есть, наверное, нам окажется, что эта концепция даст нам какие-то новые инструменты для работы или новые интересные способы. Вот, здесь надо вас разочаровать, потому что вся история программирования, она не про свободу и про новую, она про запрещение старого. Программирование, оно как бы скатывается в тоталитаризм. То есть, вот на заре программирования можно было писать как угодно, можно было делать себе все, что угодно и таким образом проявлять свою необычность и свою креативность. Но потом пришел какой-то Декстер и, например, сказал, я вот вам запрещаю использовать оператор GoTo. То есть, вот он в языке есть, его компилятор обрабатывает, но мы его не используем, потому что он, типа, преданный. Потом пришли другие люди и запрещали много чего. Потом пришли какие-то там Гради Буча, который разрабатывал ООП и сказал, давайте-ка мы вообще запретим вам писать функции, вот как вам нравится. Мы будем писать методы в классах. Ну и вот последний, наверное, the last but not least, это старый Боб Парсон, который вообще, как бы, сказал, вот нельзя писать много в классах, вот есть вам, в принципе, solid, вот вы должны, вот это нельзя, вот это нельзя, это тоже нельзя. То есть, чем дальше мы живем, тем нам больше нельзя. То есть, как бы, с одной стороны, это получается такой анти... логичный, антиинтуитивный, контринтуитивный подход. Вот. Ну, то есть, ему я мог сказать, там, даже если дать обезьяне, пишущую машинку, полную свободу, есть ли у него вероятность, что он напишет войной мир. Теперь мы возьмем миллион обезьян, и тогда мы точно получим этот войной мир. Вот. Но здесь есть большие минусы. Во-первых, этим обезьянам надо платить зарплату, и тут никакого бюджета не хватит. Во-вторых, в программировании каждая обезьяна, она пишет не полностью книжку, а по одной страничке, которая потом сшивается в один большой тул. Поэтому даже если у одной получится, хочу сказать, гениальная вещь, то она потонет в потоке непонятных букв от других. Вот. Поэтому гораздо проще давать не пишущую машинку, а такую пропись, где в нужные места нужно подставлять букву каким-то правилам. И тогда мы стойкий работающий код получим вернее. Вот. Это такое отличение. Вот. И поэтому набор вот этих строгих правил и запрещений, они как бы в программировании очень часто приживаются. И один из этих запрещающих правил как раз ООП. Если мы посмотрим в Википедию, то мульковое формальное определение, которое вот я вывел вам на экран, что это какая-то методология программирования, основанная на представлении программ видеобъектов, он является каким-то экземпляром, класс, наследование и так далее. Вот. Важные здесь вещи я вот выделил в жирном шрифте. То есть как бы нам нужно узнать вот эти слова остальные, мы можем, в принципе, пропустить. Вот. Давайте разберемся по очереди. Что же такое объект? Объект — это вещи из окружающей нас действительности. Если мы оглянемся по сторонам, то мы увидим миллион объектов. Вот. Это там из клавиатуры, экран, который мы видим, налет, мотоцикл и так далее. То есть объект — это все, что нас окружает. Вот. Это самое классное, наверное, определение в жизни. То есть легче всего было учить какие-то экзамены. Вот. Но все-таки попытаемся подойти к нему немного строже. То есть мы должны сказать, что, в принципе, не все есть. Мы не можем назвать. Мы должны сказать, что это нечто все-таки имеющее какие-то определенные границы. И главное, вот, и это имеет какой-то ряд свойств. Но для нас, для программистов, важны три вещи, которые мы определяем у такого понятия, как объекта. Мы говорим, что объект, он обладает состоянием, поведением и идентичностью. Вот. То есть, как бы, может быть, мы можем придумать какую-то свою классификацию, в принципе, там, иметь разные свойства. Для нас, для программистов. Мы считаем, что вот эти вещи являются ключевыми. Что объекты есть состояние, поведение идентичны. Если структура, состояние и поведение объектов похожи, мы говорим, что они относятся к общему классу. Вот. И еще, чтобы постоянно не говорить объект, мы будем ввести, ведем синоним под названием экземпляр класса. То есть, когда мы говорим экземпляр класса или объекта, это одно и то же. Что же такое теперь класс? Ну, для многих людей класс – это вот кнопка в социальной сети «Одноклассники». К сожалению, вот, наверное, аудитория, которая здесь присутствует, она в этот соцсет вряд ли входит, и поэтому нужно будет писать куда-нибудь в TikTok, чтобы они ввели кнопку «Класс». Иначе моя лекция, она перестанет быть актуальной и придется придумать какой-то другой момент. Но по-настоящему класс – это множество объектов, структуры. Вот здесь в самом начале это есть очень, с точки зрения какой-то науки, неправильное определение, когда мы объект определяем через класс, а класс через объект. Но так вот и получается. То есть класс – это как раз общность, множество объектов, у которых примерно общая структура, общее поведение семантик. Вот. Вообще, если опять же философствовать, то люди очень давно пришли к этой мысли. То есть еще в Древней Греции был такой философ Платон, который говорил, что у огромного сомна обычных вещей есть какая-то общая идеальная вещь. То есть есть вот, например, все столы – это лишь отблеск идеального стола, эйдоса стола, который является общим для них. То есть он говорил, что весь наш мир – это лишь тени на стене от идеальных вещей. То есть Платон был первым ООП-программистом. Вот. Если бы тогда были компьютеры, он вот не занимался бы ерундой, а написал какой-нибудь там Facebook, стал миллионером. Но тогда даже электричества не было. Поэтому важно, что вот у вас как раз такие шансы есть. У вас есть компьютеры и возможность зарабатывать ПО. У древних греков такого не было. Вот. То есть класс – это такая некая абстракция выделения общих свойств объектов. Вот. Ну, то есть смотрите. Вот есть, например, у нас несколько видов машин, они отличаются цветом именно здесь. Ну, в принципе, мы можем сказать, что все – это машина. То есть есть различия, но есть какая-то общая структура, то есть есть общий кузов, там, колеса. Ну и, в принципе, есть одинаковое поведение. То есть машина, она, если это, конечно, не трансформер, они просто там ездят по дорогам. Вот. Почему это важно? Ну, как бы еще раз знаю, что состояние поведения индивидуальности – это… с этим нам как раз придется работать. То есть состояние – это то, что… оно состоит как бы из двух частей. то есть мы говорим, что у нас, у объекта есть печень свойств, и эти свойства, они одинаковые для всех. Но значения этих свойств могут быть разные, могут быть разные у разных объектов. То есть, например, вот у нас есть молоток, и мы признаем, что мы у него выделяем два свойства. Это ручка и баек. И вот мы говорим, что баек у данного молотка, который нарисован, он железный, но мы знаем, что есть такой молоток, он как киян, у которого верхушка, она деревянная. То есть свойство верхушек, оно будет у каждого свое. То есть состояние этих двух вещей, оно будет разным. Также такой объект, этот молоток, он определяет поведение. То есть молоток может забить гвоздь. Ну, или расшибить кому-нибудь голову, если он будет плохо сверить. И есть такой понятие, как индивидуальность. Из-за того, что объекты являются в состоянии, и ряд свойств у них может быть тоже, кстати, различных. То есть если мы посмотрим на все эти молотки в каком-нибудь кабином, магазине, мы поймем, что там есть какие-то кувалты, маленькие, большие и так далее. Вот. То есть, как бы, ну, перейдем от каких-то молотков каком-то нормальному примеру. То есть вот возьмем, мы делаем как бы игру. Возьмем там класс юнита, который будет называться воин. Вот. И мы возьмем и выделим ему такие параметры, как здоровье, урон и позиции. То есть если мы возьмем любую каком-то стратегию и возьмем там юнита, то мы поймем, что у каждого юнита будут эти свойства. Но значения будут разные. То есть они будут разные позиции, они могут носить разный урон, да и как бы некоторые юниты хиленькие, некоторые уже покоцанные, некоторые юниты здоровья. То есть все значения будут разные. Вот. Поведение объекта – это одна из самых, ну, главных свойств. Это то, как он реагирует. В ОПЭП объект может менять состояние, передавать сообщения и воздействовать на другой объект. Вот. Причем тот, второй может проявлять какую-то реакцию, воздействовать на третий и так далее. Это бесконечный. Вот. То есть объекты, они как бы висят не в вакууме, они друг с другом постоянно взаимодействуют, совмениваются с общением. То, как мы можем определить поведение объекта? Мы его повредяем с помощью методов. То есть это, ну, грубо говоря, функции внутри класса, если мы так забегаем немножко вперед, которые описывают как себя поведение объекта. То есть мы для нашего воина ведем такие методы. Мы ведем это move, который позволяет ему перевещаться. Метод атак, атаковать. Тут, кстати, ошибка. Нужно, наверное, передавать кого-то, атаковать. И получать урон от других объектов. Вот. Я тут как бы код, который писал, он, в принципе, написан на таком псевдокоде. Ну, то есть, в принципе, по синтоку, похоже на язык Java, но это подходит для любого другого языка. И поэтому человек, который хоть какой-то язык, наверное, знает, наверное, будет понятно. Понимаю, я так надеюсь. Ну, вот, давайте как бы закрепим наше понятие. Мы скажем, что у нас есть машины. Опять же, они все могут быть одного класса. Вот. Но у каждой будут собственные методы. Здесь плохо на экране видно. Собственные свойства. То есть, например, там, скорость, топливо. Могут быть методы управления этими свойствами. То есть, там, заправить, поехать. И, в принципе, каждый объект имеет свое собственное состояние. То есть, например, вот цвет и название этих машин, они уникальны для каждого экземпляра данного класса. Вот. В принципе, это уже как бы нормально. А вот дальше, мы, опять же, все мои неумелые слова, словеса, мы давайте переведем на формальный язык. На джао. И для нашего воина все-таки опишем все, что я ему сказал. Вот. Мы создаем класс воин, у которого есть имя, есть координаты в пространстве, есть здоровье, есть наносимый мурон. И есть вот такие методы, определяющие, чтобы победить. То есть, мы можем его перебивать, можем какого-то другого врага атаковать, вот, можем получить от этого врага дэмэдж, и если наше значение здоровья будет меньше либо равно нулю, мы его уберем. Вот. То есть, проведем какую-то реакцию на операцию в одном. В принципе, здесь мы уже видим главные, на мой взгляд, плюс объектно-ориентированного программирования. Он заключается в том, что данные и методы обработки этих данных, они физически находятся вместе. То есть, раньше, все вот логики можно было писать и раньше, например, с помощью обычных модулей, то есть, были языки, которые не поддерживают этот класс. Вот. Но тогда у нас был бы отдельно какой-то модуль, где были перечислены бы функции, которые как бы помогают там работать с юнитами. Отдельно были бы, ну, не знаю, мы бы объявили либо структуру такую же, либо вообще просто передавали бы обычные типы, думаю. Вот. И программисту нужно было самому соотнести, типа, а можно вообще вот передать это сюда? В принципе, могли бы тогда в дэмэдж передать любое число, там, взять и передать до скорости и там удивляться, почему же передашь. Или как бы постоянно должны были думать, а что к нам внутрь заходит, что возвращается, каким образом нам увязать все эти вызовы между собой. Вот. В ООП как бы нам говорят, что вот есть такая вот сущность, она, в принципе, худо-бедно работает вот так. То есть, мы можем даже просто посмотрев на код, очень быстро понять, наши возможности для манипулирования этим кодом, этим объектом. Вот. Ну, кстати, как бы в... Это если класс хорошо написан, то есть, если он плохо написан, то наоборот, у нас начинают волосы шелить на голове, типа, что же здесь происходит. Вот. То есть, нам нужно все время думать об том, какое же у нас поведение объекта. Есть, как бы, три самых главных принципа, три кита ООП, о которых, кстати, тоже любите часто спрашивать. Это инкапсуляция наследования полиморфии, в принципе, там, любого выпускника университета, раньше, когда я учился, можно было ночью разбудить, сказать, какие три кита ООП. И он даже свое имя не вспомнит, а то, что это инкапсуляция наследования полиморфии, он скажет. Правда, расшифровать, сказать, все не сможет, но это уже не важно. Вот. Начнем мы с наследования. Наследование это процесс, когда объект может приобрести свойства другого. Вот. Точнее, он может наследовать основные свойства другого объекта, добавлять к ним черты, характерные только для него, гласит определение. Но я думаю, что вот русское слово наследование, оно наоборот не раскрывает суть, а только добавляет сложности. То есть, ты сразу начинаешь брать аналогии с биологией, что-то начинаешь думать, начинаешь думать, что там есть два родителя и так далее. и так далее. Лучше всего, на мой взгляд, наследование показано в Java, потому что там есть ключевое слово extend, расширение, и тут все уберет на свои места. То есть, мы берем базовый объект, который уже хороший, он там как-то не долго работает, и расширяем его. То есть, добавляем туда то, чего раньше не было. Все. То есть, тут главный весь не то, что мы можем взять чужое, но можем дописать свое. к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы можем взять какую-то базовую вещь, которая описывает базовую предметную область, и расширить ее таким образом, что она начнет решать наши конкретные задачи. То есть, вот нам геймдизайнер дал задание сделать летающего коня, пегаса. Что мы будем делать? Мы возьмем уже базового стандартного коня и добавим ему крылья. И в результате мы получим пегаса. То есть, мы работаем, только наша работа в том, чтобы только описать, запрограммировать крылья. А все остальное у нас уже есть. А если бы наследований не было, то мы как бы, вот нам интересно делать крылья, но придется начать с пищеварительной системы. И когда дело дает до крыльев, уже ни энтузиазма, ни времени нам не хватит. То есть, возможность поддерживать эту иерархию класс позволяет нам худо-бедно управлять информацией. То есть, мы идем как прогрессивный JPEG. Когда он на медленном интернете качается, то сначала появляется картинка, но она с очень общими деталями. Потом мы уже начинаем догадывать, что там интересно. Если мы понимаем, что это не та картинка, которую мы так долго хотели посмотреть, мы можем даже не дожидаться до кончения. В конце концов она становится более ясный, более конкретный. Вот так иерархия классов, она идет от общих к частным. То есть, вот, например, возьмем, мы заходим и сделать иерархию транспортных средств. У нас будет самый базовый класс. Это вообще транспорт. От него будет там колесный, речной, воздушный, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Колесный, это уже более понятно, более конкретно. Дальше мы от него отделяем всякие велосипеды, скутеры, мотоциклы и берем себе машину, точнее даже легковую. Сначала будут машины, потом легковые машины. И в конце мы получаем уже конкретные модели, конкретные модели, которые мы видим. Кьюри, BMW, X6. Вот. А в результате мы можем переиспользовать большую часть нашей работы, ну или чужой, особенно. вот, для решения своих конкретных задач. То есть, скорее всего, все, что, да, вот абстрактно этой машины, оно уже сделано. Скорее всего, наша работа как раз заключается в том, чтобы дверь дописать новую. Вот. Это большой прорыв был в программировании, потому что он позволил выносить общие свойства, то есть он дал как бы метод большого переиспользования чужого кода. Ну или своего. Вот. Но здесь возникает вопрос, если мы берем чужое, например, если мы часто начинаем использовать какие-то модули, дописывать какое-то поведение, или просто вызывать поведение других объектов, то нам нужен такой механизм, который скрывал бы от нас внутреннюю реализацию и запрещал бы нам делать действия, которые не заложены. Вот этот механизм называется инкапсуляция. то есть мы вот можем часто у нас есть вот код, который может играться и мурчать. но это заложено нам поведение. Но если мы смогли взойти внутрь этого кота, это абстрактный пример, я повторяю, то мы могли таким образом вызвать у него мурчание, но скорее всего просто сломали бы животное, но перестало бы функционировать. Поэтому нам нужно иметь возможность не допускать людей внутрь чужого, чтобы они не могли сломать свойства. вообще как бы такой очень философский и очень большой принцип, и многие, много программирования уделяется этому, но самый простой способ, который самый первый, который мы должны делать, это модификаторы доступа. То есть private protect и public. Private это значит, что это свойство элемента называется только внутри класса, вот оно полностью инкапсулировано. Protect, что мы разрешаем его использовать в потомках, и public по всекаму не линии. Существует правило хорошего то, что все свойства объекта закрыты, они всегда private, но максимум protect, и любое изменение идет через методы доступа, через методы поведения объекта. То есть мы не можем просто взять, например, ну вот воину из моего прошлого примера выставить какое-то здоровье, нет, мы обязаны вызвать метод, который умирает за здоровье, или придумать метод ХИЛ, который будет его лечить. То есть просто так взять и любое число каким-то образом записать, это нехорошо. Есть большая вероятность того, что мы приведем его в нерабочий состояние, мы его сломаем. Вот. Ну и третий кит, это полиморфизм. То есть определение, которое есть на экране, я бы его зачитал, но оно самое, наверное, непонятное определение. То есть во время выполнения объекты производного класса могут обрабатываться как объекты базового класса, в таких местах параметры метода. Когда это происходит, объявленные дикторы ставят соответствующий тип. Базовый класс может определять и реализовывать абстрактные методы, а производный класс перепределять их, то есть предоставлять свое собственное определение и реализацию. Но когда я читаю, вот у меня возникает что здесь происходит. Поэтому давайте приведем простой пример, объясняющий эту концепцию. Вот смотрите, у нас есть ряд животных, которые издают ряд звуков. Если бы мы не знали, ну как сейчас пока мы не знаем про полиморфизм, то мы как бы определяли поведение этих животных. мы бы у кошки бы реализовали метод мяу, у хорова метод мув, у собаки метод вафф. И сами в коде, понимая какое мы животное, сами бы выбирали какой метод нам вызвать. Но мы можем взять, сделать абстрактный класс, базовый класс животное и у него определить такое поведение как метод say или speak сказать. И в каждом конкретном классе написать метод с таким же именем, с такой же сигнатурой, с таким же параметром, но в одном случае это будет мяу, в другом му. И тогда высылая, когда нам нужно вызвать звук, мы просто не думаем, не проверяем, а вызываем класс у этого объекта метод say и автоматически зависит от того, какой же конкретный класс, какой объект конкретный класс нам пришел, этот звук вынес. То есть мы как бы по одному имени можем определить разные поведения. Причем, что самое классное, это происходит автоматически без нашего какого-то участия. То есть мы просто называем метод базового класса. Давайте все возьмем на одном листе то, что я вам проговорил. Итак, что такое инкапсуляция? Мы взяли такие странные генетические экспериментаторы, и они создали три вида животных. они создали кота, веселую собаку и разумную коробку. Вот. Как мы будем обращаться с ним с точки инкапсуляции? Мы будем говорить, что мы не знаем, что там внутри, от нас это сокрыто. Мы знаем, что у этого объекта есть поведение, что если мы на вход подать корм, на выходе мы получаем фекалию. Вот. Как это все делается? Может там есть гномы, которые просто дают, может они по идее ЕЧЛ заказывают то, что идет на выход, не знаю, может он их переваривает, нам это в принципе не важно. Мы знаем, что если мы на вход подойдем к консервам, на выход получим ароматную субстанцию. В принципе больше нам и не надо. Многие знания, многие печаль. Много из вас понимает, как действительно работает микроволновка, как там работает электричество. Мы в принципе знаем, что если мы нажмем на кнопку, подождем минуту, то мы получим еду, которая разогрета. Вот. Дальше. Дальше полиморфизм. Полиморфизм заключается в том, что в принципе эти животные едят разную еду. Котик ест рыбку, собак, ест девштекс разумная коробка, она питается кристаллами StarCraft. Но мы знаем, что у них есть будет один метод с одним именем. Есть пытаться. Вот. И мы можем спокойно его вызывать. Мы знаем, что в зависимости от конкретной реализации он примет себе правильный тип пищи. То есть нам не нужно проверять и думать, а с чем же нам покормить каждое из этих животных. Ну и наследование оно в чем заключается, что мы можем взять и изменить у нашего конкретного кота свойства. То есть мы можем коту добавить шляпу, бабочку и туфели. И он станет как бы симпатичным. Мы можем переопределить поведение. То есть мы можем перекрыть метод так, что он будет потреблять корм, но выдавать нам леденцы. Это будет такой собак, которая принцесса, которая будет выдавать нам леденцы или бабочки. Либо мы можем переопределить и поведение, и внешний вид. То есть мы можем добавить разумные коробки манипулятора, колеса, дать ей возможность развиваться. В конце концов эти коробки подумают, что человечеству не нужно, развяжут третью мировую войну и пошлет одну из коробок в прошлое, чтобы та убила Сару Кондру. Вот. Это все получается нашелась. Дальше мы, это я все время говорю, постоянно не пытаюсь не сказать слово. Сейчас мы остановимся на каких-то терминах. Я во время всей этой лекции пытался говорить слово базовое, базовое, но иногда мне даже просказывало слово абстрактный класс, потому что это явная вещь. Все программисты используют это слово. но я бы не хотел говорить тоже про что еще тебе рассказали. Вот наконец мы дошли до всех этих вещей, как же нас описывается объект. Вот. Есть термин абстрактный класс. Абстрактный класс это базовый класс, который не предполагает создание экземпляра. О чем он говорит? Что этот класс настолько общий, что в принципе объекта такого не может существовать. Это вот как раз из разряд Эйдос каких-то идеальных идей. То есть если мы вспомним картинку с этими транспортными средствами, которые у нас были, которые я вам показывал, то есть сейчас мы найдем. Вот она. То вот понять как колесный транспорт, его не существует. Или там просто транспорт. Не может создать объект, который просто транспорт. Он не может жить, он не может жить. Но он уже имеет какие-то свойства поведения. То есть это та абстракция, на которой мы все самое-самое общее туда выкидываем. Причем он настолько абстрактный, опять же, что мы даже иногда не знаем реализацию этого поведения. То есть мы говорим, что мы наделяем возможности этого поведения, но конкретную реализацию не делаем. То есть у нас есть наш преснопамятный класс варьер, мы решили, что простого воина не будет, а будут какие-то лучники, мечники и так далее. И мы пометили его по этому классу абстракта. Мы знаем, что в принципе любой воин умирает. Смерть это есть вершина жизни. Он воин, он самурай. Но как именно он умрет? Каким образом он упадет, взорвется? мы не предполагаем. Поэтому мы наделяем класс такой возможностью. И мы говорим, что когда мы создаем конкретный класс, мы этот метод переопределим и уже реализуем. Мы в этом методе уже поймем точное и конкретное учетование. Что нам это дает? Мы можем создать такой контракт, что те вещи, которые мы понимаем, как они работают, общие для всех, они будут обычные. Те вещи, которые можно конкретизировать, но они обязаны быть, мы определим его как абстракт. Существует чистый абстрактный класс, это абстрактный класс, у которого все методы абстрактные. А еще существует еще высший вид классов, это интерфейс. Это абстрактный класс, у которого нет ничего, кроме методов. То есть у него нет полей, у него есть только методы, и нет абстрактных. Совершенно ненужная фигня, подумайте вы, зачем нам писать то, в чем нет ни одного, что кроме контракта, нет ни одной строчки реализации. А это нужно для того, чтобы разные части программы понимали, как они между собой могут взаимодействовать. То есть это интерфейс, он налагает контракт, он помогает способам, какие поведения нам разрешено для того, чтобы взаимодействовать. То есть мы берем и реализуем интерфейс студент. То есть мы говорим, что студент, с точки зрения преподавателя, он реализуется, он как бы вот такой имеет паттерн поведения. То есть мы даем ему тему, студент делает нам реферат. Вот. Но здесь, кстати, есть ошибки в этом коде. Например, то, что здесь бы хорошо возвращать не void, а реферат, а еще лучше комплитабл фьючер, потому что процесс асинхронный, студенты долго думают, нам нужно как бы длительно сохранить. Но для примера это не важно. Ну вот. И мы поэтому интерфейс, в принципе, можем сделать две реализации. То есть мы можем сделать честного студента, настоящего, который получит тему, начнет искать информацию, ходить в библиотеки, потом напишет реферат честный, потом даже распечатает. Причем там все эти долбанные клан-титулы, отступы, он их все будет правильно делать, пройдет и отдаст его. Вот. Но есть вторая реализация студента. Это не настоящий студент, который возьмет и просто купит реферат в интернете. Ну, или там у друзей. И с точки зрения преподавателя, ну, опять же, в нашем примере, не важно, как студент реализует свое поведение. Нам важно, что мы ему дали тему, получили наиск. Это как бы инкапсуляция. Настоящая жизнь преподавателя важна. он как бы нарушает закон реализации. Вот когда вас когда-нибудь преподаватель скажет, как вы сделали эту систему, скажите, вы нарушаете принцип консуляции, как бы вам важно только интерфейс. Вот интерфейс я вам все отдал. Посмотрим, что преподаватель после этого вам поставит. Интересно. Понимает ли он принцип ООП. Интересно. Вот. Благодаря этому мы можем делать мы можем делать разные реализации какого-то общего общих вещей. Ну, например, мы можем сказать, что мы со всеми базами данных работаем по одному интерфейсу, но конкретный баз данных, конкретный драйвер, он будет свой. И нам тогда не нужно писать программу, ориентируясь на какую-то базу данных. Мы как бы сегодня используем MySQL, завтра купили Oracle, послезавтра вернулись на подраст, а общая часть программы, она и не знает, что там, ей не нужно знать. Она просто общается с нашим вот этим модулем посредством интерфейса. Это очень важно понимать, потому что хороший интерфейс это уже половина проекта. Вот. Есть еще такая тоже интересная вещь, как перегрузка методов. Это когда мы создаем вот при полиморфизме, при чистом полиморфизме мы создаем методы с одинаковым именем и с одинаковыми параметрами, но мы можем создать методы с одинаковыми именем с разным параметром. Это нам, ну то есть чисто теоретически, конечно, нельзя назвать полиморфизм, но это очень схожий инструмент, схожая операция. То есть о чем это делает? Что нам нужно взять и у нас есть какой-то игрок, мы дарим подарки, чтобы он радовался. И вот мы взяли и реализовали метод добавить подарок. Мы передаем ему объект подарок, сохраняем его там куда-то, не знаю, посылаем полюс сообщение. Но мы понимаем, что мы можем подарить ему несколько подарков. Если бы не было перегрузки, мы должны были реализовать метод типа add gift list. выбирать и писать if, в которых легко запутаться. Что же нам вызвать? А в данном случае мы просто передаем наш тип и автоматически в зависимости от входных параметров выбирается правильная реализация метод. То есть мы передаем list вызов второй метод, если один, то первый. Вот понятно, что когда мы можем передавать любые параметки, не любые, а любые, которые мы реализовали. То есть мы передадим объект типа трэш, то никакой метод не вызовет, все сломается. Вот. Это позволяет нам, это как бы такой, это позволяет нам тоже не писать много условий, а именно в условиях возникает чаще всего баги, то есть именно математическую операцию любой нормальный человек сможет спокойно правильно писать. А вот ветвление, которое сильно запутанное, это уже как раз большая проблема. Вот. Сейчас я рассказываю вам о как бы белой стране программирования. То есть мы спрашивали программу, она нам что-то делала, то, что мы от нее хотели, но просто мы каким-то образом себе делали программу там либо лучше, либо понятнее для себя. Но в жизни не всегда так. В жизни такие бывают вещи, что иногда мы пытаемся что-то получить от программы, а она возвращается совершенно не то, что мы от нее хотели. То есть она попадает в такую ситуацию, которую никто не ждал. И это, соответственно, ситуация называется исключительной. то есть возникает такие ряд в объектных языках программирования объектно-ориентированных всегда есть такой механизм, который говорит, что программа может реагировать неправильным способом, и однако во время выполнения у нее могут возникнуть проблемы. И даже настолько они могут быть большие, что дальше работать ей просто бессмысленно. То есть дальше этот модуль работает бессмысленно, она не сможет ее сделать. и хорошо бы иметь какой-то механизм, который бы с этими проблемами боролся, как бы их обрабатывать. И этот механизм, соответственно, называется исключительная ситуация и обработка исключительной ситуации. Про что я говорю? Объяснем сейчас на примере. Вот мы вспоминаем наш старый метод ADD-GIFT, который нужен нам для того, чтобы записать эти подарки в базу данных и объяснить что-то мальчонке, которое мы даем. Но может случиться такая ситуация, что наш connection, который мы не существовали, ну как это может случиться? Легко будет неправильно. То есть это проблема, которая родилась не внутри нашего модуля, а мир, в котором находится наша программа, изменился. Упал сервер базы данных. Кто-то, кто использует ваш модуль, забыл инициализировать коннект. Просто проклятие. В результате у нас нет коннекта, мы в принципе внутри, в рамках нашей программы не можем ничего сделать. И тогда мы говорим, что если connection, мы просто говорим, что у нас исключительная ситуация, connection, not found. И это исключение, она будет подниматься вверх по вызовам до тех пор, пока кто-то не обработает. То есть все то, что здесь будет дальше, я даже здесь не писал, оно выполняться не будет. Все это дальше как бы и бессмысленно, все дальше мы сделать не можем. И она будет подниматься вверх, 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 до тех пор, пока кто-то ее где-то обработает. То есть в языке Java, например, мы обязаны исключительной ситуации добавить в сигнатур метода, что люди, которые с ними работали, они понимают, что здесь может быть что-то не так. Но как бы в других языках программировать это не обязательно. И вообще сейчас есть большой диспот, нужно ли это делать. То есть если мы понимаем, что что-то пошло не так, ну то есть вот например сейчас говорит, я не могу сидеть слушать эту туфту, эту скукоту, когда на улице плюс 30, это выше моих сил. Встаете, закрываете зум и уходите. Вот как возникла проблема, у вас возникла секрюсивная ситуация, и вы ее таким образом выкинули. Кто вас может осудить вообще? Я бы на вашем месте сделал то же самое. Вот, дальше все-таки мы понимаем, что если внутри этого модуля исключительную ситуацию обработать нельзя, то он возможно и может сделать в каком-то другом месте. И поэтому мы... А, ну чтобы понять, что в этом месте исключительная ситуация с проблемой могут возникать, мы обрамляем их блоком try. То есть мы говорим, что вот здесь вот можешь что-то пойти не так. Вот, и соответственно в том месте, где все-таки мы можем что-то сделать, пытаться, есть блок catch поймать. То есть мы берем и ловим исключительную ситуацию, которая возникла в блоке try. Ну что мы там можем делать? Ну не знаю, но хотел блогер записать, что у нас connection напал и вывести пользовательское сообщение типа извини, братан, приходи попозже. Вот. Также, вот если на общую картинку, есть блок family обычного. Ну в разных языках по-разному, но нормальных есть. Вот. Это блок, который должен был бы вызываться, в любом случае возникла ситуация или не возникла, чтобы не было дублирован. Мы должны, ну то есть пытаться закрыть connection, мы должны в любом случае мало ли там чего. Вот. И теперь, как бы, подведем итог. То есть какие же есть все-таки плюсы, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в начале лекции, зачем нам все это дело? Зачем? Какие плюсы нам будут от того, что мы будем писать с помощью объектов, наделять уникальностью, писать им свойства, капсулировать, полиморфировать и так далее? Но первое, говорят, что это естественность. То есть нас окружают объекты, нам в принципе как бы легче. Вот если у нас есть стол, то, наверное, легко его представить в программе как table, класс table. Вот. Если мы в жизни взаимодействуем с объектами, то, наверное, и в программу. Это, конечно, да, это все правильно, но есть сразу диалектический минус в этом, что в ООП это все объекты, и там приходится представить объектами даже те вещи, которые объектами в нашей жизни не предусмотрены. То есть, например, есть там такие объекты, у которых нету в реальном мире соответствующей аналогии. Например, там класс, не знаю, команды. То есть, в принципе, у нас нет такого понятия, как объект команды. Но в программе мы это делаем. Или там какая-нибудь бухгалтерская проводка. То есть, по-настоящему это как бы последовательность действия, то есть, это алгоритм. Но мы вынуждены его представить объектами. Это приводит к тому, что мозг ломается сначала, потом немножко приходит в нормальное состояние, а потом, когда ты начинаешь понимать это еще раз, то он начинает ломаться еще больше. Самый главный плюс, который я считаю, это тоже данные методы, их обработка находится вместе. Мы не можем не обработать ни те данные, ну, как бы программисты, люди такие, для них нет слова невозможно, особенно, если это об агры. То есть, они могут сделать все, что угодно. Но, скажем так, это намного сложнее. То есть, из-за того, что это находится вместе, мы понимаем, как мы можем менять эти данные, мы можем понимать, как эти данные влияют на поведение, на разных методах, вот, и меньше тупить. Ну, и наличие состояния, то есть, вот, например, у нас наш воин, который я там приводил, у него, если мы у него вызовем дай, мы можем у него там поставить, например, свойство дай, то, что он мертвый, и как в Играх в Кристолах, если мы еще раз вызовем метод дай, мы должны выдать сообщение, там, все, что мертво, умереть не может. Вот, то есть, в противном случае нам нужно было бы каким-то образом изгаляться. То есть, у нас, из-за того, что мы меняем состояние, мы можем даже одни и те же методы будут, если мы их вызовем в разное время, давать разные результаты, в зависимости от того, как же, какие значения были у свойств. Ну вот, это позволяет, ну так как, опять же, мир примерно так и выглядит, это позволяет нам моделировать его проще. вот. Но, где есть плюсы, есть и минусы. Какие есть большие минусы? Первое, это требуется квалификация. То есть, несмотря на то, что всем кажется, то есть, естественно, это не значит проще. То есть, из-за того, что много вещей, которые в реальном жизни не представляются объектом, нам нужно представить как объект, из-за того, что нам нужно последовательный код, в принципе, от точки раз, два, три, четыре инструкции, нам нужно размазать по каким-то разным классам, которые должны каким-то образом друг у друга вызвать какие-то сообщения, то в настоящей программе эта задача довольно банальная. Также состояние, несмотря на то, что они, как бы, помогают нам, они еще много нам крови пьют. Потому что граф вот этих возможностей, если у нас есть состояние, он увеличивается. То есть, если переменные а должны, то есть, если бы у нас не было, если бы у нас была чистая функция, у нее есть там один параметр, второй параметр. Передали эти параметры, все. Мы можем проверить. А теперь представьте, что внутри этой функции есть какое-то еще переменное, которое сама когда-то там меняется, в зависимости от нее эта функция может упасть. И поэтому нам нужно проверить и самую функцию, и другие методы, которые меняют это состояние. И таким образом мы можем, граф вообще вот этих проверок, возможных проверок, он может там стать настолько огромным, что мы до конца жизни Вселенной не проверим все состояния. Поэтому во многих случаях, наоборот, берут и замораживают. Состояние объекта не позволяет менять. А я уж молчу про многопоточное программирование, когда один объект мог параллельно работать разными потоками программ. Вот. Резко увеличивается временный анализ проектирования системы. Но так как это сложно, когда это сложно, поэтому время увеличивается. Хотя не знаю, опять же, является ли это минусом, потому что пока вы, ну если вы это умеете, пока вот вы долгое время анализируете проектированную систему, вам платят зарплату по этому принципу. Чем дольше вы будете работать, тем дольше вы будете получать зарплату. Поэтому можно сделать стик плюс. Ну и последнее, просто я вынужден был его написать, везде его пишут, увеличение времени выполнения. Так как у нас очень много вызов, стек вызов большой, то есть у нас метод маленький, объектов много, мы должны туда-сюда все это передавать, то если бы мы просто развернули в один простой, в одну простую инструкцию, вот, то она выполнился быстрее и ресурсов объел меньше. Но это плюс немного сомнительный, потому что производительность компьютеру сейчас такая, что в принципе мы, наверное, если мы проведем эти оптимизации, мы выигрыши не заметим, а вот поддерживать эту программу становится очень плохо. Ну, то есть еще раз попытаюсь ответить, зачем нам нужно ОВП. из-за того, что у нас программ сейчас много, всяких библиотек, фреймворк много, мы большую часть времени берем и уже базовые задачи не решаем. Мы решаем свои какие-то конкретные небольшие места в общей картине мира. Поэтому нам бы хорошо было бы вот эти общие поведения, общие вещи откуда-то уже брать и не изобретать велосипеды. Но в этом случае нам помогает наследование. Но при этом, когда мы берем что-то чужое, неважно, это программа, написанная там за океаном или это кусок кода, кусок класса, который написал вот ваш друг М. Нам, как мы взаимодействуем, нам хотелось бы это не сломать и использовать правильно. И это нам помогает наследование, ой, наследование капсуляции. Потому что она не позволяет нам, ну, теоретически, использовать объект или модуль так, как создать его не хотел. И из-за того, что у нас разные конкретные вещи обладают одинаковым поведением, точнее, контрактом на поведение, то есть поведение внутри реализации может быть разное, но вид у него один. Ну, то есть, например, все ходят, все люди ходят, по-разному, то есть походку у каждого объекта, у каждого человека будет своя, в принципе, не важно знать. То есть, мы не будем же думать у каждого объекта, какой у него метод вызвать, как с ним взаимодействовать. Для этого помогает нам полиоморфизм. Опять же, то есть, мы берем, что это позволяет, что мы можем не только добавлять в базовый класс функциональность, то есть мы берем, смотрим, этого не хватает, но мы можем сказать, у нас наше поведение вот в этом методе немножко отличается, и поэтому мы сейчас метод назовем так же, но сделаем по-своему. И вся остальная часть программы не будет этого знать. И получается, что мы можем с помощью объектно-ориентированного программирования писать код в команде, писать сложные системы с большим количеством взаимодействий и использовать огромное количество уже накопленных знаний. Точнее, нам это дается намного проще. Вот поэтому нам и нужно научить и разбираться в тонкостях объектно-ориентированного программирования. Вот. На этом я замолкаю и могу ответить на какие-то вопросы, если они есть. Большое спасибо, Сергей. Ребят, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Да, мне просто интересно. Все камеры выключены, вообще там никто не слушал. Я бы, если был бы на вашем месте, я просто камеру включил бы и ушел бы. Я вам скажу честно, в Пенде вообще даже не в Пенде, а мне же не мало кто знаком с ООП, поэтому если ты эти базовые вещи, если их начинать разбирать, они оказываются не такими. пожалуйста. Спасибо.